Вместо горячих дебатов – тишина. Нет споров о бюджете, никто не просит выключить микрофон разгорячившимся депутатам. Да и самих парламентариев нет, кроме заместителя председателя областной думы Антона Капралова. Кресло с бархатной обивкой заняли студенты ярославских вузов. Все решают тест по истории Отечества. Какие сложности вызывают вопросы? Во-первых, ИГ и подготовка к экзаменам не помогла. Почему написали тесты? Поскольку такие вопросы являются базовыми и трудностей пока что нет. Весь курс истории, которые проходили в школе, вчера перечитывали, чтобы сегодня достойно представить наш вуз. В тесте 40 вопросов. На все про все 40 минут. Составители предлагают проверить знания по истории Отечества с времен Древней Руси и до настоящего времени. Вопросы касаются разных сфер – спорт, политика, культура. Решать задания можно анонимно. Вам пятерки, тройки, двойки ставить не будут. Поэтому смысл списывать или смысл смотреть на экраны телефонов, в интернете искать ответы, наверное, тоже неправильно. Здесь в первую очередь мы проверяем свои знания. Цель этой акции, инициированной молодежным парламентом при Государственной Думе Российской Федерации и в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией» привлечь внимание жителей к истории своей страны, почувствовать гордость за свое Отечество. Акция проводится уже 4 года подряд. В этот раз в ней принимают участие почти 50 стран. Наш регион организовал 10 площадок для прохождения тестирования. Для тех же, кто не смог туда попасть, есть альтернативное решение. Тест можно пройти через интернет. Для этого заходим на сайт «Каждый день горжусь Россией». Нажимаем кнопку «Начать тестирование», заполняем обязательные поля и на ближайшие 40 минут отправляемся вглубь истории. По окончании теста компьютер покажет, сколько ошибок вы допустили. После этого тест можно пройти повторно. Тем же, кто решал тест, что называется в реале, придется немного подождать. Результаты обработают, после чего они появятся также на сайте. Павел Волков, Георгий Иванов, Евгений Бушуев. День в событиях.